Здарова всем! Сейчас мы с вами посмотрим уже целую третью часть, как X2Dead, то бишь X2Dead не умер. Я помню, в последней части его вроде там брат оставил какой-то там в доме, типа там в фундаменте между блоков, он там что-то застрял. Вот в предыдущей, в самой первой части я что-то не очень хорошо помню. Что-то с больницей связано, нет? А, не-не-не-не. В общем, давайте посмотрим, что было в третьей части. Поехали. Приходит, ну просто гениальнейшая идея. Строили у нас неподалеку новый мост и навезли целую гору свежего песка. Ну и мы с Кентом решили сходить туда, порыться в нем и построить какой-нибудь замок из песка. Идея была у меня нормальная. Мне такое же тоже нравилось. Но когда мы пришли туда, то... Ой, а ты делал такое, знаешь, когда на речке там вода набывает на побережье, и там такой песок становится такой липенький. Ты такие, знаешь, какие кулички такие делаешь из песка, такие башенки такие делаешь серые. Кулички не делал, делал подкопы. А, подкопы тоже делал, там вода, лужи целую делал. И выбежал какой-то строитель и говорит. Куда собрались сопляки? Так мы это, в песочке немного поиграть хотим. Вам что жалко? А этот крендель заявляет нам. Слушайте сюда, щенки. Чтобы я вас тут больше никогда не видел. А если еще раз увижу, то споймаю и поломаю ноги. Думаю, не, ну обидно как-то. А главное, за что? В общем, переглянулись с кентом и решили немного этого пентюха проучить. И когда это недоразумение заполз обратно в свою будку, и пока оно там то ли жрало, то ли жрало, мы с кентом спрятались рядом за какие-то плиты, и давай кидать в эту будку камнями. Ну, чтоб этому чучелу жизнь медом не казалась. И уже через пару минут, это чапа выбежала со своей будки и начинает нам что-то там орать. Но так как мы были от него далеко, все, что пришло нам тогда в голову, так это показать ему свои задницы. Это была такая картина, чё-то как-то не понравилась, и он попытался нас догнать. Но чего-чего, а бегать мы с кентом от таких кренделей научились очень хорошо. А резонамики добавлять. Кричим ему какие-то добрые пожелания, типа чтоб он провалился или сломал себе ногу. Короче, слиняли это до выходяги, обошли эту руку песка понизу так, чтоб нас не было видно, и слышим, а сверху работает какой-то трактор. Разравнивает эту гору песка, и как раз гребет этот песок в нашу кентом сторону. И тут в мою тупорылую голову приходит ну просто гениальнейшая идея. Прыгнуть туда. Говорю кенту, а давай когда песок будут гребсти на нас, я буду стоять возле горы, мои ноги будут немного засыпать, а ты меня потом будешь откапывать и выдергивать. На тот момент мне это показалось. Там же давление песка такое. Самопогребение какое-то. Самопогребение, что, зачем? А такое давление песка, может там переломать все, блин? Либо вообще закопать его может. Там же здорово, там куча песка он гребет. А я, вы знаете, почему бы такую идею не решила? Потому что подумала, у меня будут очень грязные шмотки, и мне мамка убьет. Потому что шмотки очень грязные. Потому что ты не дед. Казалось очень веселым развлечением. И кент, конечно же, согласился. В общем, встал я возле горы, на мои ноги надвинулась первая волна песка и закопала меня примерно по колено. Кент меня с легкостью выдернул, и нам типа весело пипец. Говорю кенту, а давай чтоб еще веселее было, пусть меня закопает примерно по пояс, а потом ты меня уже выдернешь. Опять я встал, меня одним заходом закопало по колено, а вторым уже примерно засыпало по пояс. В этот момент мне еще было очень весело. Кент начинает меня выдергивать, но тут мы понимаем, что не все так просто. Извините, порция пошла по ходу. И выдернуть меня он уже с такого слоя песка не может. И пока он меня пытался раскопать и выдернуть, тут уже подходит третья волна песка и засыпает меня почти по самое горло. Едрить, мадрить. В этот момент я понимаю, что мне уже начинает даже сложно дышать. Выдернуть само собой с такого слоя быстро меня уже кент не спорит. Надо вот так вот копать. Мы начинаем паниковать, и пока мы думаем, как меня вытянуть. Жень, чуть ли не заживо похоронили. Пересела стройка. Я слышу, как трактор уже тащит на меня еще одну волну песка. И тут мне становится уже реально страшно, так как этой волной меня закопают заживо. Я от страха даже обоссаться не смог. Песок зажал. Пешало все, впиталось сразу. Я готова оттуда свои ласты, начинаю в панике орать. Жека, беги, тормози этот трактор. Как? Кент заползает на гору, и в тот момент, когда уже песок начал немного шевелиться, я слышу, как этот долбанный трактор заглох. Рассказал, видимо. Думаю, неужели я еще немного поживу? Торчу в этом песке, улыбаюсь и смотрю, а вместе с кентом на горе появляется тракторист. Вот этот же работник? Тракторист как раз именно тот строитель, которому мы полчаса назад показывали свои задницы. Вот черт. Начали откопать, подойти, откопать чисто задницу. И этого. Шлепнуть? Открестать? Угу. Смотрит на меня, улыбается. Ну че, добегались щенки. Потом они с кентом меня раскопали. Этот тракторист выписал нам по-хорошему подсрачнику и отпустил. Но в тот момент я на него не обижался. И был очень рад, что моя задница хоть что-то еще может почувствовать. Пусть даже это и чей-то лечебный пендаль. Вообще жестко на самом деле. Слушай, как была такая идея прийти в голову? А если бы Кент, например, не успел наверх? Ну все. Вообще жесть. Это он могло бы вздохнуться там и все. Как это есть такая поговорка? Взрослый мужчина это мальчик, который выжил по ошибке или что-то такое, знаешь? То есть это тоже что-то из этой же серии. Ну просто знаешь, я так думаю. Мне такая идея просто реально бы в голову не пришла. Ну как мимо, потому что я бы, ну очень боялась бы с пачки своей одежды. Потому что там бы на меня очень сильно ругались. А мне бы пришла. Да? Ты бы кто-то взял? В детстве могла прийти. Если бы я такое увидел, может быть. А ты бы хотел быть на месте того, кого закапывают или кто-то, кто раскапывать должен? Нет. На месте того, который катается на этих волнах. Я бы думал не закапываться. Я бы, наверное, мне пришла идея. Заползти на саму вверх? Прикольно, а там же волна, короче, идет такая. Нет, может я буду прыгать так, короче, и прям катиться по этой волне. Ну я думаю, так бы я бы думал. А не так, что ты сам залезешь, просто будешь скатываться за горы песка? Нет, она уже рассыпется оттуда. На управлении примерно, плюс-минус. Ну в детстве, наверное. Я не знаю, мне сложно сказать, я не мальчик. Я не мальчик, может поэтому это так не работает. Я не знаю. В общем, если тебе понравилась реакция, и если мы доставили тебе вместе с дедом какую-то минуточку позитива, то, пожалуйста, поставь лайк. Тебе же не сложно, а нам приятно. И до встречи, пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Подписывайтесь на наш канал. Игорь Негода. Продолжение следует...